Нехуй на меня таращиться, как Чарли Мэнсон. Просто, блядь, прекрати. И ещё, не надо вываливать мусор у проблемного клиента. Я хуею, как ты, блядь, заставляешь на себя наезжать? Съебал отсюда! Друзья, ютуберы, всем привет. Перед началом пересказано сериалу. У меня есть маленькая просьба, как всегда, в принципе. Оставьте комментарий под видео по поводу того, насколько, как бы, звук сопоставим с нормой, как бы, лучше или хуже. Просто я до сих пор ещё пока не решил вопрос со звуковой дорожкой и звукозаписью. А это пересказ сериала «Клан Сопрано» второй сезон, одиннадцатая серия. Приятного просмотра. Речи не стал слушать Тони по поводу совета, что не надо обсирать тех клиентов, которые не платят деньги мусором, и заваливают всех клиентов мусором, которые не платят деньги. Более того, ещё над ними насмехается и угорает. Адвокат говорит Тони, чтобы он хотя бы нашёл фиктивную работу, чтобы сидеть и ничего особо не делать, но хотя бы для вида, чтобы шлять числения и сделать вид, что он работает всё-таки официально. Джуниру в больнице не сладко. Его накачали таблетками, прописали кислородную маску и опять вешают браслет. Тони ещё не смог полностью отойти от Гачи Муччи, который смотрел недавно с сыном. Хотя Кармелла думает, что Тони выглядывает где-нибудь в кустах какую-нибудь бабу, чтобы ей засадить. Психолог Мёлфи только что решила вопрос с семейной парой. И следующая запись идёт Тони Сопрано. Как раз начинает бухать перед этой встречей и понимает, что примерно около часа минимум будет очень грустно и весело. Пока водяра доходит до мозгов Мёлфи, Тони, как всегда, рассказывает, как всем херово жить, но ему хуже, потому что он выделяется среди всех. Внизу в больнице Джуниор встречает знакомую, которую когда-то вроде бы любил, но вроде бы и не полюбил. Ему говорят, чтобы он сел в кресло, но он говорит, что ему плевать. Ну а чернокожий медбрат заставляет Джуниору передумать. Тони на фиктивной работе понимает, что здесь ему делать нехер. Но чтобы федералы не загребли его задницу, ему придётся здесь тратчик хотя бы два часа в день. Также он знакомится с новой секретаршей и, не запоминая её имя, уже знает, что скоро будет её шлёп. Как обычно, после приёма Тони, Мелфи приходит сама на приём к своему уже психологу и говорит, что что-то с ней не так. Она чувствует вроде бы его проблемы, но одновременно ей немножко плевать на весь мир, а этого никогда не было. У неё бесится, что ему даёт кислородную маску, но зато рад хотя бы тому, что помимо того, что похож на снорка из Сталкера, ему это всё делает молодуха вместо старого. На вечеринке мусорщиков он находит Тони Ричи, который говорит сначала, ты больше коксом не барыш, потому что нехера. И, в общем, многое говорит ему, но это запрещено Ютубом, так что советую посмотреть серию лично. Там он наезжает на Ричи капитально, засирает его по всем фронтам, что Ричи даже не может ничего, ну, в принципе, и сказать. И под конец Тони падает, теряет сознание. Только убитый стыдом, он не понимает, как это могло произойти, ведь примерно всего лишь 8 месяцев он сознание-то и не терял, но тот взял и упал. Данте позвонил Тони и говорит, что Фьюрио решил захватить президента. Неважно, какого президента, он хочет кого-нибудь захватить. Шутка, пока что. Потому что пришла интересная посылка из Италии, времён Второй Мировой. Мелфи сидит и ужинает с сыном и также начинает агриться на бабу, которая курит возле неё, потому что от неё воняет сигаретами и сосисками. Баба говорит, что она не ест сосиски, она не вегетарианка. Но Мелфи говорит, что сосиски не съедобные, а сосательные. Джуниор из-за того, что решил поздороваться с одним из братьев Марио, застрял в раковине. Но больше всего его ещё огорчает то, что Тони как раз кое-что передал Ричи, а Ричи теперь передаёт неполный конверт как раз и самому Джуниору. Мелфи чувствует, что у неё отросли яйца, потому что она не понимает, что происходит. Они с Кармалой приходят в новый дом Ричи, который он купил на деньги от наркоты. Мне кажется, это самая классная сцена, которая происходит во всём сериале. Все мафиози собрались в одном месте, все занимаются чем-то подряд. Тут оказывается, что на улице произошла авария. Сын одного босса из Нью-Йорка врезался в другую машину, потому что гонял на своём спорткаре. И на последних секундах видео можно увидеть, как приходят ФБРовцы поздороваться, как кто-то занимается своим делом, кто-то разбирается, кто-то просто создаёт идиллию. И мне кажется, это самая классная сцена.